Всем привет, ребят! С вами Лего и вы находитесь на моем игровом канале Лего Плей. Ну что, а сегодня я вам расскажу, как легко фармить при помощи интересного бага, которого мне подсказали на стриме. Давайте же я сделаю отдельный ролик и расскажу вам, что нужно делать. А вы, в свою очередь, ребят, подпишитесь на канал, нажмете этот колокольчик, дин-дин-дон, чтобы всегда быть в курсе всех событий, и поставите лукас. Раз уж мы начали набирать 2000 лайков, это очень огромная сумма и очень хорошая, поэтому давайте сделаем еще раз так же. Ну а теперь информативный ролик чисто по помощи. Погнали! Как вы видите, мой персонаж выглядит сейчас голым, и у меня есть 7 больших аптечек, которые каждый восстанавливает 100 здоровья. И при этом всем у меня есть самодельная бита, которая делается где-то в начале крафта, в самых простых брониках. Вот она самодельно бита, 5 вудпленков. Кстати, вы писали мне в комментариях, зачем ты говоришь вудпленки, не знаю, сори, ребята, это у меня пошло с Раста. Ну, в общем-то, вудпленки и 3 изоленты. И хорошее очень оружие, это мачете, на которую мы сегодня также еще и повторно сделаем обзор. Урон у нее 30 и скорость атаки 1,3. Здесь урон 14, скорость атаки 1, то есть у мачете очень хорошая скорость атаки и очень хороший урон. И при использовании бага вообще не успевают ничего сделать, как бы зомби, животные, неважно. Мы сейчас покушаем, обязательно сходим поплавать, чтобы смыть грязь, и зомби нас быстро не полили. И отправляемся в далекое-далекое путешествие в мире зомби, в игре последней выжившей. The Last Day on Earth Survival она называется, даже вспомнил, название огромное, конечно. Банки мы сейчас здесь поставим, пустые склянки. Здесь пускай вот таким вот образом заберем остатки. Теперь, еще раз говорю, если у вас есть хорошее оружие из хорошего тира, что-то по типу мачете, можно также взять еще с собой, например, кувалду, она мне очень сильно нравится. И с этим багом она тоже хорошо работает, но у нее затраты очень большие, чем мачете. Мачете, мне кажется, самая идеальная простая вещь во всей этой деле, во всем этом деле. И также, если вы бомжик и у вас нету руды, то идеально тоже будет вот эта палка. Теперь, мы сейчас пойдем одновременно за дровами, потому что нам нужно руду. Нам нужна руда, мы должны ее поплавить немножко. И заодно я вам покажу баг на красной локации. Вы понимаете, что при помощи бага и самодельной биты, это где-то 15 левел, вы с легкостью идете в красную точку и фармите, просто фармите, как бест-бати, и берете по 3 левела за заход. Вот, кстати, через час придет на меня орда зомби, я в каком-нибудь ролике хочу подготовиться и замочить их, посмотреть, что из этого выйдет, но не знаю, получится или нет. Итак, сосновую чащу мы бежим, энергии у нас много. Бежим, чтобы показать, что может произойти при помощи вот этого бага. Как работает баг, я вам сейчас объясню. У вас есть кнопка удара и у вас есть кнопка в левом нижнем углу автодействия. Так вот, если вы будете поочередно нажимать и ловить тайминги, то он при ударе будет успевать замахиваться еще и на второй удар. Показываю, как это выглядит на примере простой палки. Мы видим вражину, например, волка. Мы его просто сейчас так нагрянем. Хоп-хоп. Вот, смотрите. Нажимая просто ударить, вот такой удар. Теперь авто, удар, авто, удар, авто, удар. Получается, что анимация не успевает сработать, и персонаж уже бьет правым ударом, который я сейчас нажимаю. А потом авто, правым ударом, авто, правым, авто, правым, авто, правым, авто. Точнее, правым, левым, правым, левым. Вот, поехали. Смотрите. Лево, право, лево, право, лево, право. Лево. Зомби зеленый меня ударил всего лишь два раза. Я использую палку, обычную палку, которая очень стрёмная. Теперь просто раз меня зомби ударил, два меня зомби ударил, три зомби ударил, четыре меня зомби ударил, пять, шесть и семь где-то. Да? То есть получается работает. Теперь смотрите, что делает мачете. Это я мало аптечек взял, потому что что-то вам нарассказывал. А мы сюда ведь пришли за дровами, поэтому давайте рубить дрова. Теперь покажу, что делает мачете из хорошего тира оружия. Собираем дрова, потому что приятное с полезным нужно делать. На нас все равно кто-то забежит, спасет нас. Ой, спасет нас, начнет нас убивать, вот уже кто-то бежит. Смотрите, как уезжает токсик зомби, вы просто офигеете. Токсик зомби, 300 хп. Левая, правая, левая, правая. Левая, правая. Он просто, по-моему, ударил меня всего лишь два раза, да? Два или один раз он меня ударил. Я потому что... Нужно здесь ловить тайминги. И вот смотрите. Раз, два, раз. Здесь, здесь зеленый зомбак вообще успевает только один раз ударить. Один раз ударить при... Вот сученыш. Один раз успевает ударить. Но это тоже два, потому что я закосячил. Конечно же, тут все зависит от позиции, как вы правильно стоите, что вы правильно делаете. Бинтов надо сейчас скрафтить, стрёмных. А то как-то ссыкотно может сейчас всё сложиться с нами. Применить. И поехали рубить. Конечно же, всё зависит от таймингов. И когда я вам говорю, мне тяжелее это делать. Поверьте мне, когда вы будете сидеть молча, сосредоточенными, вы можете просто на изи. И так на изи, по сути. И я просто ушатал пацана. Вы, надеюсь, понимаете, да? Что я просто ушатал пацана голым. Забрал у него все одежку. Одел эту одежку. Напал на меня какой-то волк. Веревок набрал. Руды сейчас возьму. Полные штаны. И у меня есть молот. То есть я уже одет. И здесь жутко воняет. Где-то есть толстяк. Не страшны нам толстяки. Рубим дальше дерево. То есть давайте ещё раз закрепим. И к этому мы больше подходить не будем. Нажимаем на авто. Правый удар. Авто. Но это слабый враг. Волк это понятно. Волк это не наше всё. Забираем вот эту. Сейчас нам нужно посерьёзнее кого-то увидеть. Посерьёзнее. То есть авто. Удар. Авто. Удар. Чередуем. Или удар. Авто. Не важно. От этого роли никакой не играет. Побежали. Поехали. Авто. Удар. Вот сейчас я тайминг пропустил. Видите? Урон не прошёл. Получается второй раз, когда я слишком быстро нажал. Урон не прошёл. Верёвки я не знаю, стоит ли набирать. У меня и так их уже склад целый. Поехали. Ну что ты делаешь? Я просто кромсаю людей на изи-пизи просто. Я ещё и топор возьму, конечно же. Почему и нет? Ботинки одену крутые. Чё по шапке? По шапку одену крутую. Итого у меня получается, что я полностью одет. Так, вот это вот лучше поменять. Что я полностью одет. У меня раз оружие, тир третьего. Два оружия, тир третьего. И всё это получено на мачете. Но с людьми, конечно, тяжелее воевать при помощи этого бага. Это я вам точно скажу. При помощи этого бага очень тяжело убивать людей. То есть ботов. Уже второй бот отъехал. Ну, а простые зомби, теперь они... А теперь они мне по семь бьют. Вообще. Вообще как бы ровно. Вот они один раз умудряются ударить. Вот давайте просто нажму. Раз он ударил. Ну блин, не туда ударил. Так бы он тоже три ударил. Но вы всё равно сильнее наносите урон. И это очень хорошо видно на... Как его... Как объяснить? Это очень хорошо видно на стрёмном оружии. Вот стрёмное оружие, про которое я говорил. Вообще доска. То есть доска, она ну... Изи. У неё урон маленький. На ней есть смысл вот так вот работать, как на балалайке. Поехали. Балалайка. Раз. Опять промахнулся. Ну а он меня сейчас должен два раза только ударить. Вот. Два раза. То есть не совсем-то и вы много теряете. Крафтите самую хератень. А теряете практически ничего. А теперь занимаемся фармом. Поехали набирать кучу дров. Оружие я, конечно же, наверное, возьму пока мачете. Доломай его. А палку тоже возьму. Палку тоже надо. Почему бы и нет. Вот эту... Тут что там за собак ломают? Часы мы можем сломать. Ну что, я думаю, что... Всё очень у нас хорошо по... По выбитым... По выбитым оружием. Получается, топор вот этот, он вообще жёсткий. Он самый жёсткий. Но его самое жёсткое крафтить. А вот мачете... Самое сбалансированное. Давайте посмотрим, что там на топоре будет. На топоре уже так не надо будет делать. Он и так будет всех кромсать с одного удара на изи. Но здесь очень он ресурсозатратный. И появится он только на 64-м левеле. То есть до него ещё терпеть-терпеть. Раз, два, три. Но никогда он больше, чем один удар, не сделает. Никогда. И это хорошо. О-о-о, токсик, пацан. Раз, два, три, четыре, пять. Пять ударов сделал уже. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько вот он сейчас? Два удара сделал, три удара сделал. И я думаю, что этот багс в любом случае пофиксят. Так что пока... Ну, сейчас ещё скоро я слышал, что будет вайп. Поэтому пока ещё не пофиксили, вы можете его, как говорится, тратить. Так. Давайте ягод насобираем, чтобы целый стак был. Всё, ягод целый стак у нас есть. Погнали теперь за камушком. Классно мы на стриме собирали на вездеход, но, к сожалению, его не смогли собрать. И вот этот вот мне как бы баг... И также вы можете... Я же забыл сказать. Это не только на оружии действует. Я сейчас вам покажу. Ещё и фармить вы будете в два раза быстрее. Сейчас покажу, что будет происходить с фармом. Ой-ёй-ёй-ёй. Давай. Раз, два, три. Сейчас покажу, что будет происходить с фармом. Нужны камни. Допустим, вот... Так. Допустим, вот камень, да? Также нажимаем авто и кирка. Даже... Даже двух двой... Даже звук двойной, если вы могли услышать, даже шёл двойной звук. Камни мы сейчас... Чё мы сейчас выкинем-то? Верёвки нет, верёвки нет. Так. Так-так-так-так-так-так. Вот это выкинем. А здесь скрафтим бинты. Бинты скрафтим. Потому что нам нужно место. Бинты есть. Поехали. Бинты скрафтились. Бинты застакали. И теперь наблюдаем, как будут быстро фармиться ресурсы. Поехали, дрова. Нажимаем авто и нажимаем на топор. Топор. Авто. Топор. Авто. Топор. Авто. Ну вы понимаете, ну это же видно даже было. Так же можно и очень быстро фармить. Топор. Авто. Топор. Авто. Ну просто разнос. Разнос. Дерево. Он просто не успевает даже. Не успевает фармить. Очень быстро. Мне это так сильно нравится. Как он рубит очень быстро деревья. Но это уже задрот мод какой-то, если честно. И я думаю, что все-таки это пофиксят. Потому что геймплей это очень сильно упрощает. И получается так, что можно ходить со слабым оружием и шатать. Причем в оригинале. Не надо хакать игру. Ничего с ней не надо делать. И так все работает. Так. Надо вот три ягоды съесть. И три ягоды забрать. Потом набрать еще дров. Так. 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 Нет. Это очень классно. Мы сейчас четыре дерева притараним. Я думаю, что надо побольше. Я даже еще не заходил в эти. Как его? Я даже еще не заходил в ящики. Вот это будет мое такое пособие для вас. И я думаю, вы при помощи этого очень быстро сможете теперь прокачаться. Я сейчас 56 левел тем временем и уже скоро буду 57. Давайте на картах доползем. Бешеный волк у нас здесь есть. И мы, конечно же, ребят, ждем обновления. Ждем обнову. Да какой же ты срун. И новый левел у нас есть. Конечно же, ждем обновления. Прям с нетерпением. Лично я жду с нетерпением обнову. Так, подожди. Давай-ка мы порубим. Ваш инвентарь полон, да? Ну тогда давайте истратим. Толстяк, здорово. Я бы тебя должен истратить, это мачете. И одеть вот эту штуку. Пошло дело. Толстяка обычной такой дурдомной штукой бить. Это же смешно. Лично. Ну вот за хпшками надо. У меня в корпус Б есть? Нету? В корпус Б есть. У меня все, по идее, есть. Поехали. Рубим. Инструмент сломался, к сожалению. И кто-то на меня бежит. Сейчас бинты все страчу из-за этой дубины. Отлично. Что у нас там по камню-то? Камня нету? 22. Надо топор еще сделать. Надо сделать топор обязательно. Я даже еще ни одни ящики не лутал. Я в красной зоне уже хожу и не лутаю ящики. Когда такое было? Я хожу просто тупо и собираю ресы. Просто ресурсы. Обычно я сюда ходил, дрожа руками, только за этими, как его. Только за ресурсы. Вот движок надо забирать, конечно, пацаны. Движок это все. Движок очень дорогая штука и очень где хрен выпадет еще к тому же. Вот это тоже шкуры надо подбирать. Дрова надо подбирать. Но дрова мы наберем и так, наверное. Из камня можно было бы сделать топор. Также мы можем набрать вот эти штуки. Нам ее нужно тоже обязательно набирать. Это трава. Из травы делается уже вот такая вот штука. Кусок ткани. Кстати, травы побольше сейчас наберем. Ну там пацан какой-то. Мы его сейчас со спины как завалим просто. А это бегун. Кстати, бегун тоже нормальный пацан. Раз, два, три. Четыре на него надо удара. Не знал. Сильно. Так, растительные волокна собираем. Здесь их, по-моему, вообще так-то нормальное количество. Морковки мне не надо. Ткань вот эту уже можем выкинуть. Эту ткань выкидываем. И еще, наверное, один стак попробуем насобирать, если получится. Так, я думаю, что можно ягодок поесть. Вот так вот восполнить до ста хп. Их здесь все равно много. Двадцатку мы его тащим, из них спирт сделаем. Пускай ходит, собирает. Также вы можете, естественно, нажимать на кнопку авто. И он ходит у вас. И автоматом сам все собирает. Так. Что еще осталось? А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пацаны и эти, как его? Пацаны и ящики там были. Раз, два, три, четыре. Еще, когда ты помнишь, сколько надо собирать, то круто тогда. Ну, ой, еще тогда ты знаешь, сколько бить по зомбям? Тогда очень круто. Раз, два, три, четыре. Ну, это жестко. Это реально жестко. Так, а дрова подбирает. И дрова тоже очень быстро рубит при помощи этого бага. То есть, получается, ты ускорение делаешь в два раза, что ли, чем обычно было? Как-то так. Движки обязательно. Воду выпить. Это все пожрать. Остальное оставлю. Шесть движков, это уже не шухры-мухры. Как вы знаете, на вездеход надо двести. Что, в принципе, это очень трудно. Но заформировать можно. Еще руль бы найти где-то. Мы, конечно же, на стриме будем выбивать руль, когда возможность это появится, хотя бы на чоппер. Потом уже вездеход можем дособирать. Ах ты ж, токсик-зомбяк. И все равно ведь успел ударить. Вот когда прыжки надо контролировать. Когда ты два раза его бьешь, прыжки уже трудно контролировать. Но считай, токсик-зомби на изи уезжает. Все-таки все равно успел ударить, подленыш. С них много опыта дают. Так. Можно еще покушать и посмотреть, есть еще тут кусты или нету. Я, получается, уже двоих ботов здесь ушатал. Он все равно два раза успевает ударить. Ну ладно, его урон три, это копейки, по сути. Сейчас пойдем домой. О! Восстановлю сейчас при помощи еды. Вот пачку сигарет пока тоже не знаю, для чего надо. Наверное, для чего-то надо. Итак, у нас пять стаков уже дров. И траву надо дособирать. За мной бежит какой-то базя опять. Базя. Палку это надо просто сломать, чтобы еще один слот появился. У меня очень много палок. То есть на следующий заход у меня есть просто халявное оружие, которое я могу использовать. Вот, кувалда, допустим. Поехали. Кувалды тоже быстро бьет. Кувалды это вообще забейте. Кувалды это сразу досвидоси. Полные досвидоси. Так, это не надо. Я вот думаю, может быть, еще топором разрубить. Мы можем дрова еще насобирать. Так, здесь можно поесть. Вот так вот, до соточки. Все, ягоды есть. Ягод восемнадцать. Траву пускай собирает, чтобы два стака было. Из нее потом сделать ткань. Чтобы не было проблем. Так, и все-таки морковку он собирает, да, ходеныш? Ну ладно. Дерево раз, два, три, четыре. Но нам надо вот пленки переделывать. Короче, все надо переделывать. Так, стой. Здесь олень, которого надо убить. Получается, я... О, а что, шкуры-то нету? Первый раз такое вижу, чтобы с оленей не было шкуры. Хобана. Растительное волокно. Вот так вот и играем при помощи багов. Ну а что, если они помогают вам в игре, я думаю, это очень хорошо, что вы можете в два раза быстрее прокачаться. Вы можете ходить в красную зону. Я здесь до сих пор левел поднимаю, получается. На пятьдесят седьмом. Когда практически весь крафт уже есть. А что у вас там дальше будет? Я просто даже себе представить не могу. У вас там дальше будет еще, наверное, мощь. Можно, кстати, XP опыта купить, чтобы больше опыт качался. Ну а есть ли в этом смысл? Есть ли в этом смысл в этой большой прокачке уровня? Возможно, есть. Возможно, нет. Пускай пока бегает, собирает. Что у нас? Двадцать, двадцать, десять. Ну что, все, я думаю. Мы можем спокойно отправляться домой. Вот эту палку и вот эту оставим на следующий заход. То есть, худо-бедно, у нас будет два оружия. И на следующем заходе в красную зону мы сможем опять победить. Обидно, что не прилетают аэрдропы, самолеты. Уже их просто нету. Они куда-то пропали, ребята. Раньше очень часто прилетали здесь. Очень часто прилетали. И уже, по-моему, в монетах, в почту уже не приходит ни еды, ни воды на халявку. Все забыли про нас, как про выживших. Типа, как вот хочешь, так и выживай. Я так это понимаю. Ну что, сейчас мы раскидываем все в печке. Пускай все плавится. Руда нам очень сильно нужна. Движок мы сразу установим в вездеход. Вот, кстати, вы видели? Вот он, красавец. Кто на стриме не был, смотрите, здесь у меня уже сколько всего собрано. Но это пот, конечно, собирать. Просто потейший пот. Очень потейший пот. Такую штуку собирать. Это, конечно, похвально, кто ее собирает. Тоже по-настоящему, как и я. Ну, потому что это дорого все. Очень дорого. Дрова сюда. Что-то дрова уезжает. Просто вот, как будто бы я не формил дрова. Это сюда. Что у нас там со спиртиком? Это сюда. Сразу все пошло в разные стороны. Сразу так все накидывается везде. Это сюда. Что у нас здесь? Это сюда. Морковка тут сразу расти начинает. Вот только веревок много я наделал. Я, видите, я практически броню не делаю. Хотя, хотя бы стремную, наверное, надо все-таки делать. Самую безобидную стремную. Камень надо, кстати, закидывать в каменоломню обязательно. Вот это камушек сюда. Это сюда. И камень сейчас кончится весь. Все кончается. Ну, чоппер. Хотя бы чоппер бы сделать. Это сюда. Это сюда. Камень нужен для того, чтобы обгрейживать пол или еще что-то. Так. Здесь веревки. Алкоголь перекинем. Руда еще есть. Камень, по идее, тоже есть. Можно потом тупо за камнем отправиться. Движок есть даже. И провода есть даже. Бинты, понятное дело. Вот этот бак для чего? Топливо для транспорта сделано из легких трав. Еще топливо надо, что ли, искать. Это сюда. Движок сюда. 13. Видите, как у меня сразу стало все пусто в ящиках. Реально пусто. Практически ничего нету. Так. Это сюда. Это сюда. Ткань сюда пока оставим. Вот эту штуку. И что-то я еще хотел сделать. Вот это сюда. Бак забыл прожить. У меня, кстати, две антенны. Не знаю тоже пока для чего они. Но все. Сейчас здесь перекидываем в ткань. Переплавку. Вот так. Хоба. Это себе забираем. Это сюда закидываем. Это сюда. Так. Это болты тоже заюзаем. Пойдем в нашу технику. Все силы на технику, блин. Все силы на вездеходы, на чоперы. Ну что, ребят. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. Ребята, пожалуйста, нажимайте этот долбанный колокольчик. Потому что иногда YouTube бывает, что не работает. И вы пропускаете ролик. Всем спасибо. С вами был Лего. Ну что, по традиции, если хотите, чтобы сегодня вышел стрим по данной игре, как вчера. 2000 балакосов. И я с вами. До скорых встреч. Всем пока-пока.